В рамках национального проекта образования и регионального проекта «Современная школа» в городские и сельские школы Славянского района поступили современные учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием и наглядными пособиями для углубленного изучения предметов. Благодаря национальному проекту образования и региональному проекту «Современная школа» в городской школе номер 3 создан медико-биологический класс с полным набором учебного оборудования, необходимого для изучения биологии, физиологии человека, основ оказания первой медицинской помощи. Мы получили из цифрового оборудования планшеты, современные компьютеры, планшеты со встроенными датчиками и это помогает нам устанавливать различные биохимические процессы, микроскопы получили, электронный и стереомикроскоп и эти микроскопы помогают нам рассматривать состав крови. Мы можем это оборудование применять начиная с 5 по 11 класс. Это оборудование позволяет нам биологию изучать гораздо шире. Благодаря новому оборудованию уроки проходят гораздо интереснее и познавательнее. Школьники проводят различные опыты, с помощью микроскопов исследуют состав веществ, изучают физиологию человека, используя разнообразные макеты. Благодаря таким макетам все информации, которые мы получаем, она лучше усваивается для мозга, потому что всегда на примере лучше выглядело то, что мы изучаем. То есть, если, например, взять вот этот макет человеческого тела, какую систему бы мы ни изучали, она очень наглядно показана. Если брать, например, микроскоп, то там все вещества, которые мы изучаем, они выглядят лучше и показаны более нагляднее, чем в тех же самых учебниках. Для многих школьников полученные здесь знания становятся определяющими в выборе дальнейшей профессии. Ребята готовятся к поступлению в медуниверситет. Стоит отметить, что третья школа не единственная, где получено новое оборудование. В школе номер 6 появился агрокласс, в 43-й школе современный кабинет физики. В прошлом году новые учебные кабинеты, обустроенные по самым высоким стандартам образования, оборудованы в первом лицее, а также в 18-й и 5-й школах. Национальный проект образования рассчитан на несколько лет, и постепенно современное оснащение получат все городские и сельские школы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «Забытие». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «Забытие». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «Забытие».